Всем привет, дорогие друзья! Это последняя часть итогов, которую я на самом деле хотел сделать еще в конце прошлого года, да, уходящего 2021-го, и выложить в конце уходящего 2021-го. Но по ряду причин это не произошло, и я думаю, что гораздо более мудрее подводить итоги, когда год уже закончился. То есть сидеть, допустим, в январе, как я сейчас, и рассуждать о том, каким этот был год, какие песни в него вошли наиболее удачно, какие альбомы, какие артисты и так далее. При этом, как раз-таки о том, о чем сейчас пойдет речь, лучше все-таки рассуждать уже, когда год закончился. Возможно, это такая воля судьбы, но я сижу уже тут в конце января и записываю для вас итоги по каналу. Они не будут такие масштабные, в них не будет чего-то такого суперинтересного для тех, кто вообще тут проходом, проездом, да, для тех, кто ждет реакции на отдельных своих исполнителей, которых слушает, да, и который попал на меня через как раз-таки поиск по реакциям. Это просто, скажем так, для своих, такое видео для того, чтобы просто поговорить немного, минут на 5-10, о том, что вообще происходило с каналом и что с ним будет возможно происходить, потому что я хоть прогнозы не очень люблю делать, но помечтать можно. Новогодняя атмосфера у меня, конечно, еще продолжается, потому что мне очень нравится эта гирлянда, очень нравится эта елка, но, если вы можете заметить, у меня здесь изменения, да, я вывел на передний план Майли Сайрус, у меня появился плакат с Билли Айлиш, да, я все еще пытаюсь искать номера все звезды, чтобы в них попадались звезды, которые мне интересны, которые будут висеть здесь, на этой стене. Здесь не хватает и Тейлор Свифт, здесь не хватает Сизы и многих других звезд, которые продолжают появляться у меня в плейлисте и активно набирать там обороты, но и просто старичков очень мало, а те, которые старички у меня есть, допустим, Селена Гомес, да, Майли Сайрус и, допустим, Пинк та же самая, Кэти Перри, эти плакаты просто десятилетней давности, десятилетней, пятилетней давности, а хочется чего-то свежего, да, потому что у этих артистов выходят все новые альбомы, новые эры, и хочется как-то вот стенку проразнообразить. Возможно, она у меня будет гораздо больше, я, может быть, начну печатать свои какие-то постеры, посмотрим, чем заняться в этом году. Но это так, по ходу дела. Изначально итоги в прошлом году я подводил просто потому, что хотел как-то с вами пообщаться, да, потому что в реакциях я хоть и много общаюсь, и это, и, грубо говоря, считаю таким очень большим столпом моего канала, что мои реакции, они начинаются не с того, что, о, всем привет, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы поехали, смотрим, слушаем. Нет, я сначала рассказываю об артисте, если это какой-то артист для меня новый, если это артист, которого я впервые в этом канале освещаю, да, особенно если для меня этот артист имеет очень большое значение и большой бэкграунд, то я считаю просто очень таким важным моментом обозначить, что этот артист для меня значит, какие композиции, музыка для меня играет большую роль у него в карьере, в аудиографии, грубо говоря. И это как раз-таки и составляет очень важную часть моих реакций, поэтому я считаю это своим даже таким небольшим изюминкой, короче, потому что очень часто я натыкаюсь на реакции, которые начинаются с пары слов и заканчиваются тоже парой слов, а вся реакция состоит из того, что люди просто слушают песню. Это тоже реакции, это тоже контент, против которого я ничего не имею, но смотреть такое мне не всегда интересно. И когда я думал над тем, какой контент интересно смотреть мне, я понял, что мне интересно, если человек будет рассказывать про артиста, если человек будет хотя бы давать нам понять, что этот артист для него не пустой звон, а если он впервые с ним сталкивается, то что он от него ожидает услышать или какие он о нем слышал, может быть, мнения и так далее. И вот на этой самой почве как раз-таки строится мой канал, поэтому я думаю, что в целом я нахожу аудиторию, которая смотрит эти видео и которая говорит мне за это спасибо. И это очень ценно, и это очень мотивирует, радует, и это является, знаете, таким источником энергии и настроения, даже когда его совсем нет. Это очень круто, и я рад, что это вообще происходит со мной. Ну, собственно, теперь к итогам, да? В прошлом году я их подводил как раз-таки, чтобы выстроить с вами диалог. В этом году я уже выстроил, да, можно так понять. Но сейчас у меня есть такой некий интересный момент. Интересный момент. Ютуб, он мне выдал на почту, отправил итоги 2021 года. В АДЛМ, хотите вспомнить, как прошел ваш 2021 год на Ютуб и каких успехов вы добились? Мы подготовили персональную статистику. А вы знаете, что я очень люблю статистику, поэтому мы сейчас с вами по ней пройдемся. Я ее буду смотреть в первый раз. Я бегло так посмотрел на нее, потому что хотел понять, можно ли вообще на этой почве снять ролик. Ну, видимо, можно, поэтому давайте, поехали. Итак, ваши итоги 2021 года. Время просмотра в минутах. То есть все время, которое на меня потратили, да, на Ютубе в 2021 году, это 387 тысяч и 8 минут. То есть это 387 тысяч минут. Я не знаю, сколько это в часах, у меня нет под руками калькулятора, чтобы это как-то все 268 дней в году полных, прям от и до. Меня смотрели. Если вот каждую минутку вот так вот вытянуть в одну линию. Это, конечно, внушительно. Я не знаю, какого показателя я добьюсь в этом году и так далее. Но учитывая, что у меня есть одно видео, которое наибольшее количество просмотров мне приносит и по сей день. А это у нас Lady Gaga 911 Analysis and Terrors, да, то есть полный разбор, как я его называю. Это клипа 911 от Lady Gaga, который как раз-таки и дал мне первую большую ступень на моем канале для роста подписчиков. Потом уже будет вторая ступень, да, и третья, наверное, самая глобальная, я бы сказал, это Манижа, который ролик у меня был в 2021 году, об этом позже, который дал мне возможность перешагнуть отметку в 1000 подписчиков. Взаимодействие с поклонниками. С вами получается. Страны, где ваш канал смотрят чаще всего. Это на первом месте Россия, что как бы, да, ожидаемо. На втором месте Казахстан и на третьем месте Армения. Могу сказать, почему так. Казахстан — это у нас Иманбек, потому что, когда у меня вышло видео с Ритой Орой и Иманбеком, да, когда они вместе замутили проект и сделали на него такой минифильм небольшой, то я сделал эту реакцию и получил много довольно просмотров, много критики тоже. Куда же без этого? Ну, там я, видимо, неоднозначно как-то высказался. Плюс ко всему, половина комментариев состоит из того, что меня поправляют люди. Как правильно говорить, не Иманбек, а Иманбек. Теперь я это усвоил и стараюсь это больше, таких ошибок не повторять. Кроме того, Иманбек выиграл у нас Грэмми. И поэтому видео, где я обсуждаю, реагирую на номинации, вернее, на победу, его тоже набрало много просмотров. Поэтому Казахстан тут на втором месте. С Арменией тоже, на самом деле, все понятно, потому что клип 911 очень тесно связан не только с армянской культурой и прочим, но и, к сожалению, с событиями, которые произошли через неделю после его выпуска. Я не буду вообще вдаваться ни в какие подробности здесь, потому что очень много комментариев и споров возникает именно под самим видео в комментариях. Можете пойти ознакомиться, если вы еще не понимаете, в чем речь, о чем разговор идет. Но, грубо говоря, я так понимаю, именно в Армении этот видеоролик пользуется наибольшей популярностью в связи с этими всеми событиями. И к моим видео было ставлено 1103 комментария за весь год. Это тоже очень много, и я стараюсь отвечать на большинство комментариев. Если не могу ответить, то лайкаю. Если не могу лайкнуть, потому что либо не согласен с мнением, либо просто не вижу как бы чего-то существенного, да, в этом комментарии, то просто все равно его смотрю. То есть я на все комментарии обращаю внимание, стараюсь удалять, грубо говоря, практически точечно. И то я это делаю очень редко, по-моему, я так пару раз всего сделал. Вот. В основном, если комментарии ваши не пропускают, это все YouTube. То есть я вижу иногда хорошие комментарии, иногда плохие комментарии, но под видеороликами я их не вижу. Проблема просто в том, что YouTube очень любит сам выбирать, что пускать под ролики, что не пускать под ролики в виде комментариев. И мне в уведомление приходит плохой комментарий, хороший, неважно. Под роликом я его не вижу, влиять на него я не могу. Не могу даже на него ответить его просто нет. То есть, видимо, он каким-то образом попал под бан YouTube, под какие-то цензурируемые, я не знаю, критерии. И в итоге ваш комментарий может просто не попасть под ролик. Вот. Если вы хотите, чтобы он попал, то следите за этим, потому что я не могу на это вообще никак повлиять, к сожалению. Ну и месяц с максимумом просмотров, это, конечно, март. Потому что в марте, по-моему, как раз-таки у меня была реакция на Манижу. Если не ошибаюсь, а реакция на Манижу — это 10 тысяч просмотров. И я думаю, что тут вообще нет никаких разногласий по поводу того, что это мой один из самых лучших показателей за все время. Самое главное достижение мое в 2021 году — это то, что я вступил в партнерскую программу YouTube. Да, и это выражается в монетизации на моих роликах. Ваше право пропускать рекламу, смотреть ее. По большому счету, я зарабатываю с этого очень мало. И вообще я не знаю, когда в первый раз смогу снять вот эти самые какие-то 100 долларов, которые должны накопиться. Сейчас там даже, наверное, не 50 долларов далеко, далеко не 50 долларов. То есть, по большому счету, что она есть, что ее нет. Ну, просто приятно, что хоть как-то, но ты понимаешь, что твоя деятельность, она не только на эмоции людям, да, но и, возможно, тебе в каком-то будущем поможет. Спасибо за отметки «Нравится» в скобочках 4686. Вау! И комментарии 1103. Вадлэм. А! А, это типа, это я вас благодарю, получается. Они как бы за меня сформировали цитату. Да, спасибо огромное, потому что я, если честно, когда выкладываю ролики, даже если там будет 10 лайков, даже если там будет какой-нибудь один комментарий, ну, довольно такой, знаете, вдумчивый, когда человек посмотрел, и он реально видно, что хочет это обсудить, и он пишет тебе об этом. Это всегда очень приятно, потому что ты понимаешь, что как минимум один человек вник, и один человек хотя бы ждал, либо, если случайно попал, то он хотя бы очень проявил большую инициативу в этом. Я думаю, что тут нет какого-то такого потайного смысла. Всегда приятно получать обратную связь, особенно если, допустим, я снимаю реакцию не просто какую-то для себя ознакомительную, или, скажем так, реакцию, на которую у меня не было изначально большого энтузиазма, а реакцию, если я очень хотел или очень ждал этот релиз, и я вижу комментарии, которые, грубо говоря, подпитывают мое вот это вот мнение, что да, я тоже очень ждал, или вау, я согласен с твоим мнением на все 100%, или на 90%, или я не согласен, но вот как-то так, вот так. И ты понимаешь, что идет диалог, идет дискурс, идет то, ради чего я, собственно, и создавал с самого начала канал, потому что мне не хватало писать комментарии под различными постами в музыкальных группах ВКонтакте. Мне хотелось чего-то большего, какого-то отдельного диалога, и я его выстроил с вами, потому что, когда я пишу, допустим, посты в сообществе, да, в своем личном вот здесь, на Ютубе, или когда я выпускаю ролик, то это всегда диалог. И, естественно, есть ролики, у которых не получается это сделать, да, где, которые просто не пользуются, не то что популярностью, даже не могут мне дать какого-то обсуждения с вами, потому что большинству это неинтересно. Но я все равно удовлетворяю свою потребность в проговаривании каких-то эмоций по поводу тех или иных музыкальных видео, да, альбомов, артистов и синглов. И это очень важно. Теперь получается все такое. Если суммировать прям за этот год и за прошлый, то дни, прошедшие загрузки первого видео у меня, это 572 дня, то есть в этом году моему каналу исполнится уже 2 года, да, когда я первое видео загрузил. Вообще очень приятно осознавать, что я продолжаю деятельность, несмотря на какие-то перепады в моей активности, да, и все-таки надеюсь, что будет дальше больше, как говорится, как все любят говорить. Надеюсь, это и на меня тоже распространяется. Отметки мне нравятся за все время. У меня 10 тысяч и 300 отметок мне нравится и 2331 комментарий. Всего под моим роликом был написан. Я не знаю, распространяется ли это на мои ответы, на ваши комментарии. Так или иначе, это тоже очень внушительные цифры для такого маленького канала, как мой. В целом, подводя итог всему вышесказанному, хочется еще раз сказать вам большое спасибо. Я бы даже сказал огромное спасибо за то, что остаетесь на моем канале. Я вижу, что я могу выпускать ролик месяцами. Ну, ладно. Вот, допустим, сейчас, в январский, такой вот затяжной у меня период, я вижу, что я хоть и не выпускаю ролики особо, но при этом все равно у меня подписчики, не то что не уходят, они даже иногда приходят. То есть, видно, что люди попадают на мой ролик какой-то, возможно, собрать другой контент и остаются. И это всегда радует и мотивирует, потому что ты понимаешь, что тебе нужно продолжать. Вот ты сейчас сидишь, допустим, не можешь как-то собраться, не можешь записать банальную какую-то реакцию даже просто, даже на песню, которая тебя интересует прямо сейчас, и ты понимаешь, что ты не можешь ее сейчас послушать, потому что ты бережешь ее для реакции. И все равно не можешь ее прямо сейчас взять и снять послушать, потому что очень много условий, много всякого дерьма, короче, происходит, из-за которого я не могу собраться и сесть записывать ролики. Я надеюсь, что я скоро это преодолею, и у нас будет с вами гораздо более активный диалог, да, мы будем чаще видеться, и я на самом деле думаю над тем, как бы разнообразить контент, как готовить для вас больше интересного, и как вас, возможно, даже удивлять. Но не буду ничего обещать, потому что я плохо в обещаниях, просто скажу, что оставайтесь здесь со мной, и я надеюсь, мы с вами еще не раз увидимся. Поэтому всем спасибо, я не знаю, что сказать еще. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!